Конституционный суд признал неприемлемым обращение комиссии по чрезвычайным ситуациям по делу о снятии с выборов партии Шанс. Речь идет о проверке конституционности одной из статей административного кодекса. Данное обращение стало причиной того, что рассмотрение иска партии Шанс в связи с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям об исключении формирования из избирательной гонки было приостановлено. Решение конституционного суда опубликовано на сайте учреждения. Оно окончательное и обжалованию не подлежит. Таким образом, дело возвращают в апелляционную палату для рассмотрения по существу. Председатель партии Шанс назвал решение конституционного суда большой победой. 5 ноября апелляционная палата Кишинева приостановила рассмотрение обращения партии Шанс по поводу ее исключения из предвыборной гонки, удовлетворив ходатайство комиссии по чрезвычайным ситуациям о проверке конституционности положения пункта 3 Е ст. 225 Административного кодекса, которое наделяет суды правом проверять соразмерность чрезвычайных мер, принятых органами исполнительной власти, ответственными за управление чрезвычайным положением. Комиссия по чрезвычайным ситуациям направила соответствующий запрос в Конституционный суд, однако он признал данное обращение неприемлемым. Решение является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу со дня принятия и публикуется в официальном мониторе. После того, как Конституционный суд вынес данное решение, председатель партии Шанс написал в социальных сетях, что КС вынес вердикт, который кажется техническим, но на деле является большой победой его партии. Суд признал неприемлемым требование комиссии по чрезвычайным ситуациям отстранить нас от выборов. Несмотря на то, что комиссия пыталась исключить всех наших кандидатов, мы оспорили это решение в апелляционной палате. Однако, чтобы потянуть время и избежать решения, комиссия подала дополнительный запрос о проверке конституционности закона. Апелляционная палата направила все запросы в Конституционный суд, но тот ответил нет. Комиссия не имела права подавать такие дополнительные запросы, пытаясь уйти от ответственности и затянуть процесс. Теперь, после того, как Конституционный суд публично обнародовал уловки комиссии, дело возвращается в апелляционную палату, где будет принято решение относительно законности снятия наших кандидатов с выборов. Представители апелляционной палаты Кишинева сообщили Аризонт ТВ, что пока они не получили материалы из Конституционного суда, чтобы назначить судебное заседание. Напомним, за два дня до всеобщих местных выборов комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила снять с избирательной гонки кандидатов от партии «Шанс» под предлогом того, что через данные политформирования в молдавские выборы и избирательный процесс вмешивается Российская Федерация. Так утверждалось в отчете Службы информации и безопасности. Партия «Шанс» обжаловала данное решение в Кишиневском суде секторе Рыжкановка. Оттуда это дело было передано в Кишиневскую апелляционную палату, затем в Высшую судебную палату, откуда вновь вернулась в апелляционную палату Кишинева. Все это продолжалось до середины ночи, после чего судьи решили перенести заседание на 11 утра дня выборов. Однако и 5 ноября апелляционная палата не приняла решение по делу об исключении партии «Шанс» из предвыборной гонки. Судьи направили обращение в Конституционный суд. В итоге судебное заседание было отложено до рассмотрения запроса Конституционным судом. В день голосования в избирательных бюллетенях напротив кандидатов от партии «Шанс» был поставлен штамп «Ретрас» – «Выбыл». А в двух селах на юге страны, где были зарегистрированы только кандидаты от «Шанса», выборы вообще были отменены. Председатель партии «Шанс» Алексей Лунгу написал в соцсетях, что нынешние выборы нельзя считать свободными, честными и демократичными. Лунгу заявил, что будет добиваться аннулирования результатов выборов и признания их недействительными.